Ирина Корчагина Мы обсудим актуальные методики психологической помощи детям, а также поговорим о развитии и проблемах психологической службы в системе образования Края. Екатерина, здравствуйте! Прежде всего, поздравляю вас с победой. Скажите, сколько лет вы работаете психологом и кто ваши клиенты? Здравствуйте! Спасибо за поздравление. Психологом я работаю два года, чуть больше двух лет. Работаю в алиологическом центре и мои клиенты это дети школьного возраста и подростки, которые испытывают трудности в обучении, либо трудности в социализации в коллективе. Какой методики вы придерживаетесь? Я сейчас имею в виду психокоррекцию. Да, у нас в центре я непосредственно работаю в коррекционном отделе, то есть мы занимаемся коррекционно развивающими занятиями. Так как это дети, то, конечно, с ними мы используем методы игротерапии, методы сказкотерапии. Мы используем артерапевтические какие-то методики, также психогимнастику, различные упражнения на развитие эмоционально-волевой сферы, чтобы помочь детям преодолеть те трудности, с которыми они к нам пришли. А сейчас вообще услуги психолога-педагога востребованы? Очень востребован, очень большой спрос, большая запись всегда на консультацию. И многие родители сами замотивированы на работу с психологом, потому что видят и результат работы, и хотят помочь себе и своему ребенку. Как вы думаете, в чем причина этой востребованности? На сегодняшний день очень много изменений, которые происходят и в школе, и просто в жизни. Не всегда дети могут легко к ним адаптироваться. Есть дети, которые с ослабленным здоровьем. И таким детям, конечно, чтобы в школе быть успешными, нужна помощь дополнительных специалистов, психолога или других уже специалистов. Поэтому не каждая школа имеет возможность, чтобы у нее в штате был психолог. Поэтому дети часто обращаются в наш центр, который может, так же, как в школе, на совершенно бесплатном основании оказать ту помощь, которой нуждается ребенок. А какие сейчас вообще психологические проблемы распространены у детей? Ну, вот я могу сказать то, с чем часто я работаю, то, что часто просят и заявляют. Есть проблема трудностей в обучении. Не все дети могут легко взять ту образовательную программу, которую нужно взять в начальной школе или постарше. Есть трудности, низкий уровень внимания часто у детей. Также трудности в общении очень часто встречаются. Я работаю с подростками, и тот момент, что очень много социальных сетей, очень много виртуального мира. Поэтому подростки испытывают трудность завести общение, завести друзей здесь, в реальности, в своем классе, в своей секции, куда они ходят. И этому их нужно учить, им нужен взрослый, который может им помочь, подсказать, поддержать и справиться с этой их проблемой. Я правильно понимаю, что вы оказываете помощь не только в валиологическом центре, но и также еще оказываете помощь в обычных, общеобразовательных школах? Да, у нас есть практика такая в центре. Есть школы, которые относятся к нашим двум районам. Это железнодорожный и индустриальный район города Барнаула. И если школа, либо детские сады, потому что есть специалисты, которые работают с дошкольниками, заключают с нашим центром договор на оказание психологической помощи, психологического сопровождения, то мы выходим в школы уже по тому запросу, который просит школа. Либо диагностическое какое-то обследование провести, либо мы можем даже выйти в класс, если это есть в договоре, и позаниматься с детьми, либо точечно с каким-то ребенком. То есть эти занятия бесплатные? Да, это бесплатные занятия, муниципальный центр. А вот на ваш взгляд сейчас в школах оказывается хорошая психологическая помощь детям, которые в ней нуждаются? Либо эта сфера сейчас хромает? Сейчас говорят очень много о том, что нужно восстанавливать психологическую службу в образовании. Был период, когда это была действительно служба, и на школу, где тысяча, тысяча двести человек, было три-четыре психолога. И тогда действительно можно было показывать высокие результаты работы. Сегодня психологи в школе иногда оказываются в очень сложном положении, потому что у них очень большое количество детей, очень большое количество проблем, которые там есть. Это и проблемы конфликтов у детей, это и проблемы, что трудно учиться, не хочет учиться, и проблемы адаптации. Также у нас сейчас инклюзивное образование. Дети сели в обычные классы, дети с особенностями в развитии, им тоже нужна помощь. И один психолог в школе просто не успевает со всем справиться. Он хорошо работает, качественно работает. У нас есть очень грамотные специалисты в школах, но не всегда может все охватить. Поэтому, конечно, нужна служба. Вот как раз на эту тему после трагедии в Кирче многие профильные чиновники стали заявлять о том, что каждой школе нужен штатный психолог. Вы поддерживаете эту инициативу? Конечно, каждой школе нужен штатный психолог, но здесь даже бы хотел сказать, что не один психолог. Все-таки на одного психолога должно быть какое-то количество определенное детей, а не вся школа. Потому что очень широкий круг вопросов сейчас нужно решать именно в практической психологии образования. Это и проблемы подросткового возраста совершенно разные, и проблемы младших школьников, которые отличаются. Поэтому нужна служба, нужно несколько специалистов, чтобы было качество работы. А степень лауреата общероссийского конкурса каким-то образом расширит горизонты вашей профессиональной деятельности? Конечно, это конкурс, это большой такой скачок, большой рост. Во-первых, это профессиональное признание, признание от тех людей, которые являются такими важными фигурами в нашей сфере. Во-вторых, это новый опыт, новые знания, это общение в кругу профессионалов из других регионов, лучших представителей регионов. Конечно, это новые идеи, новые возможности. А с другой стороны, это возможность рассказать о психологии, возможность помочь людям стать более грамотными в плане психологии, именно детской психологии. Поэтому, конечно, такие победы, такие конкурсы намного расширяют какие-то возможности роста и профессионального развития. Вы говорили, что конкурс проходил в Москве, наверняка там были, может быть, десятки или даже сотни ваших коллег-психологов. Вот раскройте нам такой секрет. На самом конкурсе вы волновались? Да, были представители многих регионов, было 57 участников. Волнения, как такового, наверное, на конкурсе сильного не было. Была определенная ответственность, потому что я знала, что очень многие люди меня поддерживают, очень многие люди за меня болеют. И очень много моих коллег из центра, моего директора, научного руководителя, они очень много вложили в меня. И, конечно, вот эта ответственность перед ними, перед моими клиентами, перед моими детьми, которыми меня провожали и желали мне победы, желали мне этой степени лауреата. Это была ответственность. Но волнение, мы с ним справлялись, мы были в кругу специалистов и могли друг друга поддержать. И, в принципе, это было то волнение, с которым можно было справиться. И последний вопрос. Может быть, расскажете нам о случае из своей практики, когда вы гордитесь, что вы помогли ребенку, избавили каких-то страхов, либо подготовили к учебе. То, чем вы можете гордиться в свои 24 года? Детей очень много. Дети все разные. Каждый ребенок запоминается чем-то своим. Для меня всегда запоминаются глаза. Ребенка, например, ребенка, который был не уверен в себе, у которого была низкая самооценка, по нему всегда... Ну, этого ребенка видно. Он чуть-чуть сутулившись сидит, запускает глаза. И когда этот ребенок приходит и говорит, а у меня вот здесь получилось, а знаете, я попробовал поднять руку на уроки, и меня заметили, а знаете, я сам подошел к однокласснице или к однокласснику и договорился с ним погулять, это победа, это видно по глазам искрящимся ребенка. Потому что он понимает, что он кому-то нужен, и он многое может. Екатерина, спасибо за эту беседу. Желаю вам дальнейших успехов. А я напоминаю, что мы беседовали с Екатериной Кабанченко, педагогом-психологом Валиологического центра города Барнаула. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова